Сейчас просто скорость печатного станка в Америке выше, чем скорость печатного станка в Европе. Но в Европе, к сожалению, тоже нет других вариантов. Оно современным лагом от 3 до 6 месяцев активно догоняет ФРС. Поэтому сейчас в моменте евро смотрится интереснее. То есть мы это видим, что евро практически достиг тех значений, которые были весной, а доллар пока что находится на низких значениях, потому что опять-таки долларов печатают много. Но сейчас у нас разгоняется инфляция в Америке. Есть вероятность того, что ликвидность постепенно начнут сжимать. И в принципе там среднесрочно доллар себя еще непосредственно подтачивает. Лично для себя, если у меня идет аллокация активов на валюту, то 70 процентов это доллар и 30 процентов это евро. Еще раз, когда печатаю деньги, то есть увеличивается денежная масса. И фактор ослабления валюты, которую печатают, это нужно, чтобы скорость обращения денег выросла. То есть сейчас печатать-то печатают, но скорость обращения не растет. И поэтому нет инфляции. Как только начнут расти скорость обращения денежной массы, допустим, с изобретением вакцин, это неизбежно приведет к инфляции. А инфляция товарная, да, то, соответственно, через вот эту вот инфляцию товарную, то есть цены на нефть начнут расти не потому, что спрос на нефть появится, потому что экономика заработала. А цены на нефть могут начать расти, потому что долларов напечатали много и евро. А цена на нефть номинирована в долларах. И получается, что цена на нефть будет расти не потому, что работают законы спроса и предложения рыночные, а потому что просто мера стоимости нефти, количество денег, да, в которой мерится нефть, самих денег станет больше, и цена на нефть из-за этого вырастет. И через это возможно укрепление. Но опять-таки в России, если бы не геополитические риски, если бы не бюджетное правило, которое есть, мы бы сейчас доллар видели где-то в районе 55-57 рублей. Нам самим государству невыгодно, чтобы рубль был крепким. Потому что у нас получается, что бюджетные расходы никто не отменял, их финансировать надо, а у бюджета должны быть доходы. Откуда бюджет может взять доходы? Три источника пополнения доходов. Налоги с физических лиц и граждан, заимствование, выпуск облигаций Минфином и ФЗ и девальвация рубля. Ну, то есть девальвация рубля, оно больше относится к налогам. То есть здесь получается, что если ты отпускаешь рубль, то есть продавали, как у нас Владимир Владимирович говорит, мы раньше бочку нефти продавали за 30 рублей, сейчас мы бочку нефти продаем за 60 рублей. То есть мы как продавали бочку нефти, так и продаем бочку нефти. Но в поступлении бюджета больше, потому что бочка стоит уже 60 рублей. И поэтому, что мы получаем? Мы получаем, что опять-таки геополитические риски, которые мы уже обсудили, могут повлиять на то, что будет увеличен, расширен пакет санкций в отношении России и запрет на покупку госдолга. То есть Минфин уже ОФЗ выпускать не сможет. Пополнять бюджет, закрывать бюджетные дефициты бюджета за счет выпуска ОФЗ не получится, покупателей не будут. Рассчитывать на локальных покупателей, ну то еще событие, мы видим, что туда нас как бы толкают, призывают, да, потому что у нас везде увеличиваются налоги, а ИС, соответственно, уже в этом году, да, хотят увеличить размер пополнения на 3 миллиона. То есть с 2021 года, если у тебя на банковском депозите сумма находится больше 1 миллиона рублей, ты платишь дополнительный налог, но ты можешь принести на ИС, на 3 года разместить свои деньги, получить налоговый вычет, правда, с 400 тысяч, но через 3 года вся прибыль будет освобождена от уплота входного налога. Люди не будут, люди у нас боятся покупать акции, они будут покупать выпуски облигаций, и поэтому получается пополнение бюджета. Ну и третье, то есть это именно наполнение бюджета посредством выпуска облигаций федерального займа. Налоги ты бесконечно повышать не можешь, ну то есть она по-прежнему, налоговая нагрузка будет расти, но это будет постепенно. Ну и третий, самый простой способ. Ты просто ввели санкции, побежали к эритрейдеры с российского рынка, то ради бога, то есть начали банки спекулировать на валютном рынке, загонять курс там в район 80-85, то ради бога, нам только хорошо от этого, да, потому что прибежала толпа в обменники, забрала свои депозиты с банков, накупила долларов, загнала цену в район 100, и еще лучше, да, то есть если курс доллара будет 100, правительству не страшно падение цены на нефть даже до 30 долларов за баррель, даже до 25 долларов за баррель, потому что все равно у него будут значительные доходы от сырьевых компаний, которые будут продавать нефть за рубли в пределах трех, двух с половиной, трех с половиной тысяч рублей за бочку. Это касается газовиков, металлургов и всех, кто с ними связан. То есть база для расчета налогов в рублях будет высокая, бюджет будет пополняться, будем точечно раздавать это самое, кто нуждается в деньгах.